Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Певненко. Итак, завтра, 18 мая, день музеев, ночь музеев, день, утро, какое хотите время, но все это посвящено замечательному Международному дню музеев, который отмечается по всему миру и, конечно же, в городском округе Люберцы, потому что у нас есть свой родной краеведческий музей. Поэтому у нас в гостях представляю вам Юлия Маратовна Сагидулина, заведующая краеведческим музеем городского округа Люберцы, и наша уже постоянная участница Наталья Александровна Степанова, заслуженный работник культуры, главный хранитель фондов музейно-выставочного комплекса городского округа Люберцы. Здравствуйте, милые дамы. Здравствуйте. Я понимаю, что у вас сегодня предпоследний день, а завтра уже, собственно говоря, сам праздник, и такой вопрос, это вообще праздник для музея или это прям постоянные нервы, как пройдет, как пройдет? Несомненно, это праздник для всего музейного сообщества и для каждого сотрудника, неважно, какую должность он занимает, потому что мы, это профессиональный праздник, и мы живем практически, да, музеем, экспонатами, и для нас, посетители, которые приходят в том числе поздравить нас, ведь это так воспринимаешь, это правда праздник, очень приятно, и отзывы слышать хорошие, и проводить, и, в общем-то, в этот день работает сюда же в два раза веселее. Ну, действительно, это же профессиональный праздник, поэтому в финале программы мы в вашем лице еще раз всех поздравим, потому что, я думаю, что и наши телезрители и в Москве много раз бывали, да, и в других городах, и в других странах, но как это без музея? И приятно, что краеведческие музеи, в общем-то, если человек хочет познакомиться с тем или иным населенным пунктом, будем так называть, от деревни, села до большого, огромного мегаполиса, конечно, он должен сходить в музей, потому что там он вот увидит и даже почувствует, как это все начиналось, и увидит тот современный город, который он посещает. Конечно, нам для Люберец это очень важно, мы отметили недавно 400-летие, тоже у вас было много событий, о чем нам и рассказывали, в том числе и вы, но давайте все-таки поговорим о праздник праздником, но что будет 18 мая, или, может быть, что уже было, и что планируется после 18 мая? Программа, на самом деле, достаточно насыщенная, потому что Ночь музеев, конечно, отмечается не только в Люберецком краеведческом музее, но и во всем комплексе, а это в том числе и картинная галерея, здесь тоже есть свои мероприятия. Мы планируем на эти дни, на этот день и на Ночь музеев, мы планируем большой круглый стол для участников фестиваля школьного музея, мы его очень хорошо провели в этом году, ребята участвовали с удовольствием в конкурсе экскурсоводов, и вот такое мероприятие, которое мы сделаем по итогу этого фестиваля, это круглый стол для участников. Мы сделаем очень хорошую, насыщенную программу экскурсионную по мастер-классам, и еще планируем открыть в один день две выставки. Одна из них выставка художника Кирьянова, а еще одна выставка педагогов нашей школы, и можно посетить эти выставки бесплатно, можно пообщаться как раз с организаторами, с авторами этих произведений, с кураторами выставок, можно посмотреть выставочное пространство, и вот Наталья Александровна будет вести очень интересную экскурсию, кстати, всем рекомендую, по нашей выставке «Грани XX века». Мы сейчас выставляем картины из фондов Люберецкого краеведческого музея, а выставляем их в картинной галерее. То есть такое соседство весьма приятное, и эти работы в таком количестве и в таком составе еще пока никто не видел. Приглашаем всех посмотреть. Вот подключаем Наталью Александровну к разговору, потому что она уже даже в нашей программе провела много, можно сказать, и мастер-классов, и лекций, и как гид все одновременно, потому что у нее это получается идеально. Даже помню, мы про игрушки новогодние когда-то говорили. И, кстати, про Малаховку. Помните, мы рассказывали, сейчас активно этим занимаются, восстановлением знаменитого театра, и вполне возможно, что кто-то нас услышал, потому что мы тогда говорили, что вот надо, чтобы такая история сохранилась. Наталья Александровна, так что за выставка такая, грани XX века? Это что такое? Ну, это, надо сказать, что у нас же ведь есть фонды, в которых находятся предметы живописи, графики, скульптуры. Которые иногда там лежат? Да, и они там годами лежат, шикарные совершенно. Только вы, наверное, приходите, посмотрела, спрятала. Я не посмотрела, не спрятала, я их охраняю, но не я одна, мы еще с коллективом, мы их обслуживаем, обеспечиваем, пересматриваем, подсчитываем, выставляем госкаталог. Вот, это работа такая, ежедневная. Но предъявлять то, что у нас в запасе надо, конечно. И такой зал, впервые получилось, что выдают большой зал прямо для наших фондов. И эти картины, вы знаете, вот все художники, что такое XX век? Это же люди, вот мастера, они родились до войны, они ее пережили, они выжили, да? И вот эти, со своей, вот этой философией, что у них там накопилось за жизнь, они это после войны начали писать, вот это все, что вот у нас есть. Это они же не в 10 лет, не в 15, а потом. И вот эти готовые люди, которые патриоты, которые пережили этот ужас, потеряли там родных, близких, поняли все, да, философию. И они находят свои картины-то светлые, картины-то добрые, да? Даже вот у нас есть Шерганов такой художник, у него картины странные, там вытянутые люди. Но это же не просто так, он нашел свою линию, манеру передать ощущение времени и этого поколения, которые были хрупкие люди, да? Ну там нормальные были головы, нормальные руки, только вытянутые лет тело. И это все надо объяснять. Вы понимаете, когда висят картины, человек ходит, он что-то смотрит, что-то нет. Он смотрит только то, что... Нравится или не нравится, такое тоже. Да, у него щелкает на что-то, и он это смотрит. И я хотела бы, вот у меня уже было несколько экскурсий по этой теме, люди приходили специально на грани 20 века. Я их переключала на то, что вы каждую посмотрите, просто. Даже можно не читать биографию художников, они все одинаковые. Это были люди советские, и это в определенное время. И вот они в определенное время выросли. Но как каждый из них свое отношение, да, все это переложил. И там такие тонкости. Есть соцреализм, абсолютно. То есть смотришь... Сейчас это популярно. Лучше, чем фотографии. Там такие работы. То есть вот, не знаю, и они висят на сетках в темноте. Надо, конечно, выставить на свет Божий, пускай люди смотрят. Я так понимаю, многие работы из этих убрали, потому что времена пришли другие. Когда-то, может быть, они и висели в советское время. Нет, 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 нет. Нет, ну 3-4 висели. Даже в то время, да. 3-4, все, я точно знаю. Не висели. Они, вы понимаете, вот когда 11 тысяч или там 14 тысяч у нас тут живописи. И сейчас что такое вот выставочный зал? Это постоянные сменные экспозиции. Кто принимает решение, какие картины мы достаем, а какие не достаем? Как это происходит? На самом деле, это одна из тоже таких приятных частей нашей работы, потому что никогда, конечно же, один человек не принимает решение. Здесь, действительно, мы с коллегами собираем комиссию небольшую. И иногда даже вот эти разные взгляды, когда один человек считает, что это полотно достойно, а другой считает, что нет, они позволяют все-таки прийти к какому-то компромиссу. Но это такая интересная работа, да, мы на нее тоже тратим определенное время, но работаем с удовольствием. И сейчас вот я добавлю, наверное, пару слов. В этой выставке есть работы, картина, связанная с люберцами. И когда рассказывает экскурсовод Наталья Александровна, это дополнительная информация о твоем городе, о каких-то таких знаковых моментах. Даже о людях, которые уже ушли, они наши. Вот портрет героя соцтруда, ведь он, чтобы он работал для народа. Он за что-то же получил героя, тогда же просто так тоже не дал. Он работал, да. Вот его труд, его руки, его труд. И вот его портрет. А написал это художник наш, Люберецкий, которого уже нет на свете. А как написал? Тоже ведь он с любовью к этому человеку, со всем уважением. Ну, то есть мы по-другому сейчас смотрим на этот процесс, потому что тут же еще такая история важная, что когда ты живешь в твое время, и когда эти работы делаются в твое время, не всегда, да, глаз, ну как, там, 17 век, одна из 100, я уже не говорю, да, 18 век, там, классицизм, все эти жанры, или сюрреализм очень, да, популярен, и так далее. А тут вроде как, ну, да, все пишет. Должно, может быть, пройти какое-то время. Большое вещество на расстоянии. По-новому, да, посмотрите. Сколько работ будет выставлено? Они уже выставлены, да, они уже выставлены, там их 45. 45. Но дело-то не в том, что там их можно 50, может быть, 10, а дело в том, что они как раз вот грани 20 века абсолютные, то есть они все разные, и все про что-то, и все про нас, про наш. Я не знаю, работать в музее, работа в музее шикарная работа. Вот это интересно, давайте во второй части поговорим уже чисто о профессиональной тематике, но вернемся еще к мероприятиям. Чем вообще музей живет, ну, не только вот в ночь музеев, а вот начинается фактически новый сезон. Зимой, конечно, тоже, наверное, к вам приходит, но там новогодние были мероприятия и так далее, потом, наверное, какой-то перерыв, а сейчас, перед тем, как вот летний будет отъезд, наверняка люди захотят прийти. Как у вас, какие планы? Планы у нас на самом деле хорошие такие достаточно, потому что мы сейчас будем принимать музыкальные школы с своими выпускными, они приходят к нам, это очень здорово, да. Мы будем принимать летние лагеря, школьные лагеря. Очень большой интерес у школы, у Люберецкого городского округа, с удовольствием записываются, мы даже, на самом деле, уже, в общем-то, понимаем, что июнь у нас наполнен, нам там скучать не придется, у нас полностью. Полностью хорошая запись на июнь, на начало июля. И, конечно, мы не планируем летом, в общем-то, останавливаться, потому что сейчас очень хороший проект в поддержку Московской области, лето в Подмосковье, поэтому мы присоединяемся к этому проекту с удовольствием. У нас будут летние программы для тех ребят, которые, например, может быть, приехали сюда в Люберце к бабушкам и дедушкам, к родственникам, которым интересно сходить с бабушкой в музей, прийти, посмотреть даже, да, на ту же уже, в общем-то, историю, но для той же бабушки или для той же девушки это очень хорошее. Да, обращая внимание, молодежь-то, особенно, когда был бум, наверное, там, 17-18 год, я имею в виду, вот, в Москве, что не привезут, знаешь, не знаешь, а народ восстанавливает. Я так, да, говорю. Я увидел, что очень много действительно молодых людей или родителей приводят совсем ещё маленьких детей, которые даже ещё, ну, иногда и мешают нам смотреть. Вот они считают своим долгом, что вот ребёнок должен получать это эстетическое удовольствие, что ли, или хотя бы просто увидеть, даже в таком возрасте. И я так понимаю, что и Пушкинская карта, да, у вас работает, да? Да, у нас работает Пушкинская карта, по ней приходят студенты на разные экскурсии. Кстати, несколько раз приходят одни и те же группы на разные экскурсии. Это пользуется спросом. Это действительно хорошее подспорье, потому что если человек активный, да, если он посещает какие-то культурные мероприятия, ведь Пушкинская карта, она, вот эта сумма действует только год, и за год тебе всё равно её нужно потратить, иначе она сгорит. И это не только кинотеатры, но в музеях бывают интересные мероприятия, даже не привязанные непосредственно, например, к экспозиции. Кинопоказы, лектории, это тоже можно всё посещать. Ну, как концертная площадка, да, скажем так. Да, и с удовольствием люди приходят. Сейчас сделаем небольшую паузу, и вот в второй части уже поговорим о том, что такое музей сегодня, вы сказали, да, Анатолий Александровский, заслуженная работник культуры, и не раз была у нас в программе, вот, и я думаю, что и директору достался, мне кажется, когда такие сотрудники рядом, то директору одно удовольствие работать. Поговорим об этой профессии, потому что это люди, которые сохраняют нашу память, нашу историю, то, о чём сейчас говорят очень много на самых высоких трибунах. А историю как можно сохранить? Можно что-то придумывать и рассказывать, да, в том же интернете, например, а можно прийти и посмотреть, как это реально выглядело, какой это экспонат. Сделаем небольшую паузу и вернёмся в студию «Открытого диалога». Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Завтра Международный день музеев, и приятно, что мы непосредственно принимаем в этом участие, потому что есть у нас свой собственный замечательный музей, и руководитель этого музея Юлия Маратовна Сагедулина, заведующая Кривеческим музеем городского круга Люберца здесь в студии, а также заслуженная работник культуры Наталья Александровна Степанова, частый наш гость, гостья, которая очень много интересного рассказала нам об истории нашего, скажем так, Люберецкого края, музей-то Кривеческий. Она главный хранитель фондов музейно-выставочного комплекса городского круга Люберца. Как и обещал, давайте поговорим немножко о профессии, потому что, ну, музей, как у обычного человека, музей – это экспонаты, это гид, если хочешь потратить денег и чувствуешь, что хочется что-то узнать. Это может быть свободный полет, когда человек сам ходит, и, как вы рассказывали, смотрит картины, но это же коллектив. Вот как собирается коллектив, он меняется, кто-то остаётся, кто-то уходит. Вот вы как руководитель, что для вас День музеев? День музеев – это, конечно, на самом деле мероприятие, которое, наверное, может соединить и должно соединить аудиторию музейную и работников музея, но и в том числе, да, все наши экспонаты. И это возможность посетителю посмотреть немножечко за кулисы, потому что очень часто, вот я рекомендую, правда, всем посетить, если не были, ночь музеев, потому что вы можете увидеть те программы, которые, скажем так, да, не тиражируются для широкого круга, для публики. Иногда делают небольшие мини-экскурсии, допустим, да, главные хранители или научные сотрудники, или те какие-то экспонаты вы можете увидеть, которые никогда не выставлялись. Ну и тут мы подключаем, опять же, Наталью Александровну, потому что уж кто-то, мне кажется, все экспонаты через ваши руки, даже те, которые припрятаны, там, хранители, да, мне кажется, что, наверное, есть какой-нибудь экспонат, который вот вам везёт, то есть вы это видите, а мы не видим, потому что, ну, никак вот он не выставляется. Чем сегодня богат Караеведческий музей? Я когда-то задавал уже этот вопрос, давайте обновим ответ. Он вообще много чем богат. Много. Что у нас есть такого, что обязательно, вот, ну, чтобы звучало гордо для нас? У нас всё такое. Это всё, что... Я говорю, любая, даже, не знаю, алюминиевая ложка с фронта, она же наша, Люберецкая, человек с ней прошёл всю войну. Я же вам говорю, что неважно там, какой предмет, а какую жизнь прожил этот предмет. Да, что за ним стоит. Да, вот это всё его... Да, это что просто... Вот у нас есть палочка Глиера, знаменитого композитора, где-то в руках. Кто, вот, кого не спроси, не знаю, весь мир знает, а у нас что-то не знает. А он наш, наш Люберецкий, у него дача была в Малаховке, он тут жил. А вот самые первые экспонаты, каким год датируются? Самые, скажем, старые, древние, да? А, самые древние? Наше здание музея. Нет, экспонаты, если говорить то, что выставлено, да, экспонаты, это, конечно, кости динозавров. И даже окаменелости в виде... То есть они настоящие, не игрушечные? Да, они все... Потому что есть люди, которые считают, что динозавров не было, если такие, да, сейчас... Ну, пусть, конечно, придут. И Дарвинскую теорию некоторые поддают сомнению. Это их личное право. А у нас кости настоящие. Настоящие, да. Настоящие, они все утверждены, подтверждены комиссией академии. Но это всё просто, вот, Михаил Петрович Изместев, наш, основатель нашего музея, он просто так ничего не делал, он всё через доказательства. Вот, так что у нас есть кости мамотов и динозавров, и окаменелости, там, деревья, окаменелости. Это, ну, это 250 миллионов лет назад у нас уже есть эти. И когда у нас идёт обеспыливание, да, это такой момент, когда мы протираем витрины, в перчатках, осторожно все, полагается в маске. Вот, полагается в маске. Маски у всех есть. Вот, ну, мне, я, когда беру этику, этот, вот, допустим, я не знаю, часть позвонка ихтиозавра. У меня трясёт, потому что ему 250 миллионов, я не понимаю. А позвонок до сих пор ставит. Да, а эти, а эти раковины, перламутр виден, а им 300 миллионов лет, эти аммониты. Это, ну, в общем, мне, у меня вот этот вот, как сказать, восторг этот, и вот этот вот благоговение какое-то, не так и не прошло. Я всё время беру и понимаю, я вижу жизнь, которая была тогда, и я её понимаю. Вот, а что касается предметов человеческих, да, допустим, сегодня я доставала из сундука, нам сделали новое оборудование у нас. Новый сундук. Спасибо, да, депутаты подарили нам оборудование. Нет, не новый сундук, сундук старый. Нам сделали для вешалки, для конструкции. Ну, то есть правильную, да, я понял. Это из металла, то, что не горит. Но сундук и должен быть старый. Всё остальное новое, да. И я сегодня утром занималась тем, что я вынимала из этого сундука вещи, вещи героя Первой мировой войны, который был мужем внебрачной дочери Романовых, да. Это была, это такая семья, вот о чём сейчас идёт речь. Смотрите, муж внебрачной дочери Романовых. Дочери Романовых. Ага, каких Романовых? Ну, Александра. А, второго? Третьего. Третьего? Так он же вроде бы хорошо себя ведёт. Очень хорошо, да. Но они были пацаны. А, всё, понятно. До того, как они все были пацаны. Это интересно, это уже сенсация, потому что его считают семьянином так. Да, я говорю так, что он, она внебрачная Романовых была. Всё, оставим, это не наше дело. Не будем лезть в личное дело. Не наше дело, потому что это... Молодые все молодые, вот. И мы были молодыми, как молодые были. Но не Романовыми, кстати. Ну, да. Ничего. Ну, я, кстати, по маме Романов у меня фамилия. Да? Да. Девичья фамилия, да? Это радует, надо разобраться. Вот, ну, хорошо. И вот я сегодня доставала из сундука его личную одежду, там, эти костюм-тройка, шикарные рубахи эти французские, потому что он в Франции воевал, он там женился. Он вернулся, он 34 года вернулся, я об этом написала книгу, у нас ведь этаж посвящен этой семье, сейчас Юлия Маратовна об этом скажет. Но, вот я говорю, я вешаю на вешалку, в перчатках, да, и меня трясёт так же, как всегда, потому что этот человек был живой, сильный, здоровый. Он герой. Да, всё когда-то было новое. 110 лет в этом году, Первой мировой войне будет. Да, в нашем сознании, вот он, его награда, он кавалер золотого георгийского оружия за храбрость, это что-то офицерское там, там, с золотом совсем. В нашем понимании, это герой Советского Союза, если вот так вот переместить, это герой абсолютный, патриот, и вот, и он был забыт, ну, в советское время, вы понимаете, всё было тихо, ничего нельзя было, друзей расставляли. Не просто вспомнила, я сегодня вешала его вещи шикарные, и они сохранены. Ну, кстати, по поводу вещей, в этом же году, 24-й год у нас с вами идёт, начало же Первой мировой войны, получается, 110 лет можно сделать выставку, посвященную этому, ну, или какой-то особый, сделать экскурсионный ход. Вот, вот. Уже есть. Я прекрасно понимаю, что наша замечательная Наталья Александровна может рассказывать так интересно, что мы будем все 24 часа у вас в эфире. Она может, да. Но я хочу ещё к Юле Марата мне обратиться. Вот, директор музея, да, он как, обходит периодически свои, так сказать, владения и думает, так, ну, вот, кости мамонта, может быть, мы на время их поменяем на что-то другое. Пошли там дальше. Вот, как происходит процесс, вы же, наверное, получаете ещё какие-то новые, ну, редко, может быть, но некоторые экспонаты. Как идёт построение музейной жизни. Потому что у многих такое ощущение, что вот один раз поставили пыль, как вы говорите, периодически стираем, и на этом и не растём, и развиваемся. Это же музей, что там уже, кости же мамонта новый ты не сделаешь. Как работает? Вопрос, конечно, хороший, с подвохом. Да, ощущение, наверное, у большинства такое есть, что как поставили, так и стоит. На самом деле есть очень много действительно профессиональных понятий. Не все понимают разницу между экспозицией и выставкой. Это два абсолютно разных слова, да. И есть постоянная экспозиция в музее, которая определённые разделы включает, например, археологию, да, о которой мы сейчас говорим, краеведение. В нашем музее в том числе, да, космонавтика, постоянный раздел. Это самый особый, да. И здесь глобально, да, ну, наверное, мы это очень редко делаем, чтобы можно было взять, и вот всё с чистого листа начали. Потому что это выверено, это уже проверено и выставлено, да. Но это не значит, что внутри этой экспозиции ничего не меняется. Конечно, работа происходит регулярно. Кроме того, что просто директор обошёл все владения, улыбнулся, и день удался, да, есть ещё целая команда людей, которые, каждый из которых делает вклад в эту экспозицию, даже если со стороны этого не видно, есть научные сотрудники, которые ведут научную работу, есть методисты, которые пишут программы для детей, потому что, ну, вот кого-кого, да, детей-то уж точно не обманешь. И если он скажет, что мы здесь уже были, но придёт замечательный, шикарный экскурсовод, который в этом же помещении расскажет абсолютно другую историю, поверьте мне, дети на выходе не скажут, мы здесь уже были. Вот видите, ответ с подвохом тоже. Ответ с подвохом, совершенно. Вот, но, да, правда, целая команда работает, и решения, конечно, тоже принимаем коллегиально, вместе. И есть экспозиции, которые нуждаются в какой-то постоянной, да, смене экспонатов. Мы действительно её производим. И на первый взгляд может показаться, что я уже здесь был. Но если присмотреться, обязательно у нас даже в археологии, вот сейчас, хорошо, да, вот мы, даже в археологии, у нас появилась возможность показать уникальные, на самом деле, вещи, потому что наш друг музея очень хороший. Наш даритель. Даритель наш, да. Реберецкий, да, рядом живёт. Мы будем его озвучивать? Да. Ну, представьте, да, потому что я... Нет, он, не знаю, будет ли он рад, что мы его представили, но я скажу так. Он очень часто едет в экспедиции в Антарктиду. И эта дорога дальняя, он же из Петербурга, они выезжают, они там по два, по три месяца в дороге, плывут, это страшное дело, говорят, это невозможно, когда ты ничего не можешь делать, три месяца, ты привязан к своей каюте. Там и всё, что угодно, может быть, телевизор, но это приедается, хочется... Да, да. И они взяли с собой художника, и она прямо там, это они же, они же проплывают, когда первый, то ли, начинает у берегов таять всё, это весна или там, что-то зима у них, наоборот, или весна, там, я не знаю. Вот они приплывают, и она нарисовала на таком большом полотне вот эту вот воду и лёд, и этого альбатроса летящего, с самой вот прямо крайней точки земли. И там есть научные сотрудники, которые там живут, и они поставили вот этот вот... Указатель. Клошек такой, с городами... Там есть люверцы, приходите в археологический зал и смотрите. У меня есть такой продаж, давайте не будем раскрывать тайны дарителя. И должна быть какая-то интрига. Это будет честно и здорово. Вот два завершающих момента нам остаётся. Первый – это дети, вот вы говорили о детях, а это, значит, семья, да, год семьи у нас. Я так понимаю, что у вас тоже как-то к этому вы готовы, то есть не только школьников приводят, но у вас есть ещё специальные программы музейные, да, которые связаны с какими-то семейными посещениями, да. Да, мы сейчас, конечно, в рамках года семьи несколько мероприятий проводим, они регулярные, в том числе и экскурсию по выставке, о которой Наталья Александровна сказала, семейные реликвии. В этом году основной конвой во всех музеях, поскольку это международная акция, объявлена тема «Из поколения в поколение» – семейные реликвии. Ночь музеев и очень многие мероприятия в течение всего года посвящены семейным реликвиям, семейным ценностям, и с детьми, с детской аудиторией, конечно, мы на эту тему работаем. И хотелось бы озвучить такой момент для всех наших посетителей, будущих, нынешних, постоянных. Мы с удовольствием принимаем, не только в этом году, вообще с удовольствием принимаем истории семейные. Это, конечно же, не фамильное серебро. Просто мы будем рады любой информации, которую наши посетители смогут нам предоставить о жителях нашего города. Если их родственники работали на каких-то наших крупных знаковых предприятиях, если есть возможность принести в музей фотографии, мы их с удовольствием отсканируем. Мы не будем их себе забирать ни в коем случае. Мы сделаем себе фотокопии. Если есть возможность предоставить какую-то письменную информацию, дело в том, что в этом году как раз есть такая идея на ночь музеев собирать не электронные источники, а бумажные. И если написать от руки историю вашей семьи, как зародилась семья, где вы обитаете. Не медиамузей, как сейчас можно делать. Мы с удовольствием сделаем, конечно, стойку приема такой информации на ночь музеев. И не только. Можно в любой день зайти в наш музей, оставить на ресепшене вашу информацию какую-то. И мы постепенно будем формировать вот эти данные. И, возможно, сделаем экспозицию, потому что очень хочется о наших простых жителях. Ну, потому что у каждого города есть своя история. А историю пишут кто? Люди. Да, даже когда предприятия, какие-то глобальные вещи, все равно их делают люди. Не динозавры, а люди. И каждая семья – это маленький кусочек огромной нашей страны. Мы завершаем. И давайте бы теперь вот два таких замечательных человека, которые занимаются любимым делом. Что для вас музей от этого? Для меня – моя жизнь. Я не говорю, что там, что надо заметить детей, семью. Нет. Это вот как счастливые люди. Я бегу утром на работу. Получается, вы живете сразу в нескольких веках. Да. А с работы я бегу домой. Я бегу на работу. Я не замечаю на работе время совершенно. Вообще не замечаю. Уж когда веду экскурсии, вообще его не замечаю. Мне нужно останавливать. Потому что мне хочется сказать больше. Я живу этим. Это мой воздух. Да. Это… Ну, я родилась для работы в этом месте. Вот это вот звучит замечательно. Я родилась для работы в этом месте. Юлия Мартин, а для вас что-то музеев? И вообще для… Почему музеи? Почему музеи? На самом деле сейчас вот наблюдается, да, такой тоже интерес к разным профессиям. Я хочу сказать, если можно, да, пожелать всем молодым специалистам, тем, кто задумывается о выборе, да, профессии, посещать такие места и приглядываться к музейным профессиям, потому что на сегодняшний день всё меняется, и в музее есть интересные профессии, в том числе и для молодёжи, действительно интересные. Это не значит, что ты будешь сидеть и пересчитывать кости динозавров, да, но это действительно очень важно, интересно, и вот для меня музей – это место, где я могу получить, во-первых, добрый совет коллег. Для меня это место, где у меня есть наставник, очень хороший, вот он рядом со мной сидит, добрый, замечательный, на которого стоит равняться, потому что прожить добрую часть жизни в музейной среде и при этом не растерять вот этот кураж и азарт, когда для тебя каждый экспонат – это чудо, это счастье, этому нужно учиться, и это действительно очень вдохновляет. Вот для меня это место, где я получаю вдохновение. Спасибо вам большое, приходите ещё. Ну а это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова